Ну а я хочу напомнить, что мы ведем прямой эфир, находимся на крыше жилого комплекса «Альфа» на 16 этаже. Вы только посмотрите, какая здесь панорама открывается. Как тебе, Саша? Я любуюсь этим видом уже который день, но хочу сказать, что новые высоты покоряет не только команда Первого Крымского, вообще телекомпании «Крым», но и Ирина Борилюк в частности. Она может нам рассказать, как можно отзабраться еще выше. Сильные духом, крепкие телом, надежные и отважные. Покорители горных вершин принято считают настоящими героями. Но что же делать людям, которые боятся высоты, а испытать себя все равно хотят? Ответ – покорять скалодром. Болдеринг – это безопасный вид скалолазного спорта, когда не надо покорять высокие вершины. А здесь, на искусственных стенах, все максимально приближено к природным условиям. Зацепы – это специальные выступы для рук самых разных форм и размеров. Сложность лазания зависит от зацепов. Обратите внимание, что зацепы маленькие. Есть зацепы для одного пальца, есть зацепы для всей петельни. Сначала активная разминка. Особое внимание скалолазы уделяют упражнениям на развитие цепкости рук. Немаловажно уметь маневрировать и держать баланс. И знать главное правило. Для того, чтобы не сорваться, необходимо центр тяжести устойчиво держать ближе к скале. Руки и ноги передвигаются перекрестно. Ну а главное здесь – равновесие. Если двигаться от простого к сложному и постепенно нагружать организм, то потом можно переходить и на природные скальные трассы. Но начинать тренироваться нужно все же в безопасных условиях. Хотя болдеринговый зал не предполагает наличие страховок. Здесь страховка с помощью тренера. Если маленький человек пришел только начинающий, тренер страхует его, так сказать, своими руками. А вообще покрытие, если вы обратили внимание, оно настолько мягкое, что даже падение с потолка совершенно безопасно. Спортсмены карабкаются по вертикали. Во время тренировки задействуются все группы мышц. Первыми формируются руки и спина. Строится красивый рельеф, тело заметно преображается. Помимо эмоций от высоты, занятие скалолазанием дарит хорошее самочувствие и даже повышает самооценку. Удовольствие получает человек от своих успехов, достижений в лазании, получения какого-то новых движений. И любая физическая нагрузка для интеллектуального вида работ – это самый лучший вид отдыха, это смена деятельности, вот такой активный отдых. Принять быстрое и смелое решение в короткие сроки. А еще скалолазание дает человеку умение молниеносно реагировать и самостоятельно справляться с непредвиденными трудностями. Сегодня болдеринг на пике популярности. К нему приобщаются не только взрослые, но и дети. Скалодром – это самое интересное занятие, которым я занимаюсь. Потому что мне интересно. Что тебе интересно? Изучать новые способности, лазить новые трассы. Мне нравится, когда я учусь новому и так, выходит, развиваю мышцы. Мне нравится, что я лазаю, и мне нравится высота. Покорить новые вершины, побороть свои страхи и насладиться ощущением невесомости – вот что такое настоящее скалолазание. И для этого вовсе не нужно ехать в горы. Ирина Борилюк, Руслан Хохлов. Утро нового дня.